Интересно, а что получится, если я буду рисовать картину, слушая только один альбом? Show this BTS, D-Day Давайте посмотрим Ну что, пробую снять, искала все подходящее, что-то, чтобы не влезал кровать, кот, его горка котовская В общем, для чего я записываю это видео? Потому что у меня появилась идея, она появилась еще в апреле, когда я начала слушать новые альбомы от каждого участника BTS И на моменте, когда вышел альбом Shuggy, D-Day называется, он мне очень запал в душу, и я прям его очень долго слушала Прям вот обожаю это чувство, когда слушаешь альбомы, что ты огромную песню длиной в полчаса, в 40 минут, в 50 ты ее слушаешь от и до Тогда мне пришла идея, что, блин, было бы круто нарисовать картину, которая была бы производной от музыки, которую ты слушаешь Потому что я очень часто, когда рисую, слушаю музыку, но это рандомно То есть я могу послушать один альбом, послушать какую-то серию просто рандомных песен Каково это, если один альбом, который очень нравится, и ты на протяжении, пока создаешь... Пока создаешь... Пока рука затекла... Когда ты слушаешь этот альбом, ты рисуешь И это в чем? То есть погрузиться полностью, когда он на репите, на повторе Эта идея, в общем, жила во мне Жила, жила, жила Я думала, может купить какие-нибудь маленькие холстики Вот там несколько альбомов сейчас вышло Есть у Шуги, есть у Эрэма, есть у Чимина, есть у Хобби В общем, каждого 4, небольшие, нарисую какие-нибудь там... Ну, что-то такое Что-то такое, в общем, нарисую Она по факту не тяжеловато уже рисовать на маленьком формате И у меня пришел вот такой вот метр и... сколько он? Метр сорок И я подумала, блин, походу надо все-таки сделать что-то большое Первое, что мне пришла мысль, какой это может быть альбом Опять же, пришел в голову альбом Шуги С него все началось С ним, наверное, мы дальше и пойдем Я хочу слушать этот альбом Знать его перевод песен, погружаться в него И слушать только его, пока я рисую Песни я уже слушала неоднократно Воды не все знаю Нужно будет их освежить То есть мне нужно еще хорошо погрузиться в контекст самой музыки Опять же, из-за того, что я уже знакома с этим альбомом Что мне уже нравится Первая мысль о том, что если я буду рисовать под Шугин альбом Что бы это могло быть? У меня возник образ очень крупной морды лошади Что она даже просто гигантская Я, во-первых, такого не рисовала То есть я люблю рисовать лошадей Кто не знаком, я лошадиный художник Очень люблю рисовать лошадей Это мой уникальный индивидуальный язык общения Это творческий язык общения В общем, мой язык Поэтому это должна быть лошадь Обязательно Это должна быть лошадь Я просматривала фотографии моего очень хорошего друга-фотографа Ольги Бабенко, которая снимает крочаевских лошадей горных Таких очень диких, живых Таких вот прям они И такие фотографии еще очень Там лошади не просто, когда они вот так вот сфотографированы А они прям в такой жизненной, жизненной кадре И я увидела одну фотографию Откадрировала его Очень интересный вороной конь С очень интересным поворотом головы И я подумала, вот оно Вот оно И я хочу рисовать с этой фотографией Опираться на нее Я имею ввиду Тут, как я откадрировала Опираться на атомию Но попробовать это сделать Вот То есть это будет как опора Прям творчество Включить Тут Буся хочет выйти Так вот Идея такая Я надеюсь, вы меня поняли Я буду стараться снимать что-то в процессе Какие-то свои осознания Очень хочется применить технику Которую я попробовала с прошлой картиной Акриловой, заказной Там такие разводы Когда капли прям текут Мне очень хочется то же самое попробовать в этой картине Она будет больше ЧБшная Ну не прям черная и белая Там будут всякие оттеночки коричневого, синего Это прям будет огромная вот такая мордаха отсюда До сюда будет мордаха лошади Очень красивая Хочу ее нарисовать Так что я пошла слушать альбом Шуги Разбирать тексты И начинать работу Наносить первый эскиз Обожаю вот это вот Когда уголечком Стоишь Вот тут свободной рукой Просто Один день работы позади Точнее мне удалось слушать два раза альбом Альбом состоит из десяти песен И это где-то 30 минут То есть в общей сложности Не было короче сложно Было очень интересно За час я вот таким вот образом Наметила, простроила Сделала такой огромный скетч С фотографией Ольги Бабенко И пока вот такое у меня получается Можно заметить, что Азиатский разрез и глаз у коня Прослеживается Там немножко он более миндалевидный Но я как не рисовала Он такой Нет, сделай мне, пожалуйста Поэтому я думаю, что Может немножко даже усугублю Чтобы у него был такой Азиатский разрез Класс у коня Ну как бы Шугочка-то Кореец Скоро секрет, что В принципе Мои подходы в рисовании Это, кстати, уголь Такой Он какой-то безназванный Он очень хороший Вот я прям его покупаю Он мне нравится Но Бывает подвох Лучше вытащить из коробочки И немножечко Посмотреть, чтобы он прям Оставлял следы То есть мягенький такой был Чему это все? Шугочка Его альбомчик А, в принципе Мои подходы в рисовании Они где-то час-полтора Потому что Физически устаешь Концентрация сильная Нужно потом прям Перезагрузиться немножко Если это музыка То в принципе Даже устают уши А мне нравится Если погружаться в музыку То это обычно наушники Иногда, если хочется прям Попеть То это какое-то Либо на компьютере Либо через колоночку подключаю Поэтому в принципе Час работы Достаточно нормально Не знаю Может у меня какой-то Узик такой Рабочий Интересно Мне нравятся какие-то Вот этапами Когда у тебя просто Белый холст Потом у тебя Такой вот рисунок По-старенческий И потом только на следующий день Например Уточнить этот рисунок Потому что Если посмотреть То тут уши Немножко такие плавают Надо будет чуть-чуть уточнить Тут в принципе Мне все нравится Я фоткала работу Смотрела как она Выглядит Ну тоже один из лайфхаков Те нужно сфоткать Рисунок Чтобы перспектива И соотношение сторон Было правильным То есть Ты сразу увидишь Короче камера Она все показывает То же самое Если как можно В зеркало посмотреть То есть Когда ты рисуешь Тебе глаз замыливается Привыкает Ты не видишь Каких-то моментов Я если сделала фотку Посмотрела Ок Короче я посмотрела Мне нравится Хочется уточнить Немножко ушки Даже в таком варианте Каком они есть Типа норм Что типа норм Вообще классно Я очень кайфанула Я очень люблю Вот такое вот Линейное построение Скетчное Не зря Как бы Челлендж Который Длился Должен был длиться год 365 дней По скетчингу Он у меня длился Три года Два с половиной Это я просто Никак не снемонтирую Влог Про то Как это был Ну короче Да Я очень кайфую От этого Это такой Хайф Вот у тебя белый лист Есть какой-то референс От которого ты отталкиваешься Который Как будто бы Вот есть форма шара И чтобы тебе не накосячить Тебе бы хорошо Иногда смотреть на эту форму Чтобы она тебе подсказывала Точно что шар Оказывается он такой кругленький Ну Образно То же самое С лошадьми Если это не заказ Картина Если там не нужно Чтобы был прям Этот человек Либо это лошадь Либо это животное Вот прям копия Я всегда оставляю Вариант своего Видения Этого Этой лошади Этого животного Этого человека Тут тоже вчера Опять этот момент словила Очень кайфово Когда ты чувствуешь Что это очень здорово Что у тебя есть От чего оттолкнуться Но ты это пропускаешь Через себя Через свой опыт Через свое видение А тут еще добавляется Вот эта вот вишенка На торте Что это еще и музыка И я после часа работы Над этой картиной Была очень заряженная Потому что Альбом классный Он такой Он так тебя прям Поднимает Ну по крайней мере Меня точно Я прям кайфую Вот что получилось Где-то клячка Она вот так вот Может делать Забирает там Она не как стерка А забирает Очень интересно Что из этого получится Очень интересно Не надоест ли мне Ольбом После Многих-многих раз Кстати С этим челленджем С этой картиной С этой идеей Думаю Что я буду засекать Сколько я рисую Буду прям подсчитывать Что Вот сегодня Два раза Альбом послушала Там четыре В общем Какой-то вести счет И потом могу сказать Сколько эта картина Была нарисована Что мне хочется Мне хочется Сегодня Уточнить его Если наперюсь Храбрости То я бы Начала брать Цветом Кстати Из-за того Что очень люблю Вот это Такое построение Бывают мысли Такие А может быть Взять просто Тверную краску И вот эти все линии Где есть Пообводить И будет Вот такая Вот картина Но у меня на меня Другие планы Я тоже немножко Это уже рассказывала Так что Будем рисовать Будем Слушать Хорошую музыку Ну Вот Поехали Так Уже давно Не было Таких вот Видео Разговоров С прогрессом То что происходит Потому что Это были интересные Недели Скорее всего Да Прошли уже недели Потому что Я пока Создавала картину До сих пор До конца Я не понимала Как она хочет У меня раскрыться Изначально У меня То что мне хотелось В этой картине Попробовать Что Какие образы Приходили Да Это такие вот Потеки Достаточно реалистично Но Местами Не проработанное Это я сохраняла Как оно и хотела Как оно и хотелось Вначале А потом Мне стали приходить Такие моменты Что Какие-то куски Хочется вообще Не дорисовывать Оставлять их пустыми По-моему Это было За день До моего дня рождения У меня есть Такой очень классный Космонавт Я включу видео Я думаю Что где-нибудь Здесь Или вот здесь И покажу его Он Проецирует Звездное небо И так попало Что это Звездное небо Было спроецировано На конях И я слушала Медитативную музыку И мне пришли образы Того Как хочет Картина Это раскрыться Я вдохновляюсь Альбомом Шуги Там очень много текстов Которые Постоянно Я слушаю Конечно Я лучше Пытаюсь их прослушать Понять Разобрать Про что они Чтобы они Как-то Через меня Прошли в картину И пришло Видение Такое Что Хочется текст Добавить в картину И мне пришла Еще поталь Вообще Я любитель Золотой потали Но Мне кажется Она сюда Не очень будет Хорошо Потому что Если посмотреть На альбом Шуги Он таких Вот Серо-черных Оттенков И В принципе Золото Больше к теплому Серебро Больше к холодному Мне хочется Добавить сюда Поталь Добавить сюда Текст песен На русском Английском Корейском Видно Что я здесь Проработала Где-то Грибу И вот это Все еще будет Тело Лошади И вот здесь Будет поталь Я пока не понимаю До конца Как Я хочу Здесь еще Чтобы были Тексты По потали Интересно Да Я хочу Здесь написать Тексты Черным Скорее всего Здесь будет черный Но фоном Будет серебро Я думаю Что на фоне Мне хочется Сделать Текст Но он Будет серебром Подали Но мне хочется Прям внести Сюда Именно Текстовку Потому что Музыка Это ноты И музыка Если песни То это тексты Как читает Шуба Это конечно Божественно Прекрасно Невероятно Поэтому Хочется Это еще Сюда Внести И плюс Мне кажется Что это будет Интересный Привлекающий Маневр Для человека Который Вот вы представляете Вы такие Заходите В галерею Раз Остановились Потому что Вы увидели Огромного коня И увидели Тут кучу Текста По разному С таким Скомбинированным Вот словом И в моем Конечно Воображение Как это будет Происходить Это будет Наверное Фьюр-код Будет название Картины Фьюр-код На который Ты наводишь Он тебя будет Перенаправлять На альбомы Шуги Ну то есть На разных Сточках Где их Можно послужить И человек Просто Вменьш Включает музыку И такой Вау И смотрит На картину Ну вот Как бы Вот такая Короче Идейка Есть Работать Было Интересно С этим Совсем Потому что У меня Здесь Боролись Две Мои Сущности Я очень Люблю Гиперреализм Люблю Прям Чтобы он Был Очень Похожий Очень Живой Очень Настоящий Вот Здесь В глазу Это можно Посмотреть В тот же момент Я люблю Прорабатывать Какие-то Явные Характерные Моменты У героя А все Остальное Мне Прям Сложно Я Прям Вот так Вот делаю Получается Скомбинировала И нашла Какой-то Совой Процесс Какой-то Акварельный Акварельный Способ Нанесения Акрила Вот эти Подтекки Они дают Какую-то Легкость Не такой Вот Нет какой-то Жесткости Которая Есть В реализме Что там Прям Все должно Быть Очень Похоже Как Вот оно В жизни То есть Какую-то Тягучесть И еще Придает Мне кажется Музыка Она же О Она же Какая-то Вот Она вот так От меня Оно все Внутри Вот так Я пытаюсь Это вот сюда Вот это Вот перенести Сюда И в общем Эта музыка Она Она неровная Она Стекающая Растекающая Она Ты послушаешь Какую-то Мелодию Какую-то Музыку И она Может полностью Тебя Перевести В другое Состояние Направить Другое Состояние Все Экспериментально Не понимаешь Куда она Тебе Приведет Но Очень Хочется Это Сделать Потому Что Это так Красиво Когда Одно Творчество Перетекает Другое Когда Визуальные Аудиальные Языки Сплетаются Вместе Очень красивый Слово Сейчас Использовала И получается Потом Вот такая Вот красота Очень мне нравятся Эти локоны Очень Запомните Эту картину Такой Надеюсь Что с текстом Она будет Я верю Что она С текстом Будет Тоже Хороша Поэтому Вот так Ну что Майдарнинги Я вот Уже Несколько Дней Как Я Говорю Пинаю Балду Потому Что Пришел Там Следующий Со словами С текстами А я Все Страшно Потому Что Уже Очень Красиво Получилось Как Будто Бы Камон Может Быть И остановиться Потому Что Изначально Когда Я Задумывала Тот Образ Который Пришел Был Примерно Такой Образ Вот В принципе Получилось Но Что Блин Было Так Красиво Если Здесь Где-то Была Поталь А Еще Круче Если Там В этой Поталь Будут Еще Тексты Песен И Все У меня Загорело Я подумала Надо Это Как-то Сделать Легким Легким Способом Будет Более Красивый Текст И С вами Будет Написан Маркером А не Кисточкой Оказалось Что Не Так Далеко Есть Красный Карадаш В котором Я Нашла Нужный Маркер Акриловый Потому Я рисовала Акриловым Логично Что Он должен Быть Акриловым Потому Что Потом Это Все Будет Фиксироваться Акриловым Ладно Я такая довольная Думаю Все У меня Есть Клинер Все Мы Приступаем Завтра К рисованию Но Благо У меня Есть Немножечко Мыслишки О том Что Это Уже Красиво Не хочется Это Испортить Я Значит Взяла Карп Который Уже Брунтован Для того Чтобы Проверить Как Работает Этот Клинер Вот Стала Я так Писать Вот Этот Кусочек Только Если Посмотрите Меч Мне Очень Нравится Как Он Ложится И Я Представила Хочу Его Сюда Сделать Какой Диссонанс Происходит Она Все Такая Рисованная Лошадь У меня Четкости Потеки И Идут И появляются Вот Такие Явно Написанные Маркером Штуки Думаю Блин Что Это Как Будто Не То Ну Ладно Думаю Тестить А Я Хочу Замиксовать Что Вот Здесь Будут Черным Написаны Текст Там Где Будто Будет Продолжение Тела Лошади Я Хочу Замиксовать Поталию И Там Будут Тексты Которые Тоже Черным Написаны Там Где Уже Грива И Где Типа Небо Чтобы Поддержать Воздух В картине Не Сильно Перезагрузить Там Тоже Должны Быть Тексты Но Они Должны Быть Написаны Получается Чем То Свет Наверное Заметили Что Я Покажу Здесь Обложку Дидей И Она Там Серо Черный Как будто Золото Там Будет Так Себе Еще До Толки Маркера Я Подумала Что Может Я Могу Как Небудь Аккуратненько Написать Текст Например Карандаш Потом Наложить Сверху Батали Потом Прошрепсти И Будучится Текст Но Как Вы Видите Получается Херовенько Оно Даже Интересно Получается Но Это Очень Крупно А хочется Текст Не Полностью Переписать А Прям Какими-то Абзацами Кусками Вставить И Чтобы Они Все Поместились И Он Очень Долгий То Есть Этот Момент С Вышкребанием Сначала Ты Написала Потом Это Все Нужно Проклеить Промазать Клеем Специальным Потом Он Должен Просохнуть Полчаса Потом Ты Наложила Поталь Потом Ее нужно Шершкрепсти Ну Короче Как бы Это Долговато Насилие На собой На своей Выдержкой Мы Вернулись Варианту С Этой Штуковинкой Но Она Меня Как бы Не Очень Порадовала В итоге Я Хочу Еще Получать Текст Который Будет Там Где Воздух Сделать Его Серебряным Как Я Сделаю Серебряным Думаю Ну Ладно Напишу Черным Сверху Промажу Потом Клеем И Сверху Поталь У меня Хочется Херня Не Очень Она Все Просвечивает И В итоге Видим Черную Подложку И Он Такой Активный Раньше Процесс Долговатый И Был Еще Один Момент Который Я Рассказала Что Вот Здесь Мне Хочется Чтобы Тут На Потали Было Нарисовано Мне Показалось Что Потали Она Не Будет Трисоваться Я Решила Опять Что Я Прописала Черным Прокрасила Еще Акрилом Не Прозрачным Чтобы Если Вдруг Будет Где-то Неровность Чтобы Они Были Не Белые Виднелись Штучки А Были Черные Потом Это Все Накрасила Потали И Не Получилось Очень Жутко Я пыталась Все Стереть Но Пожмякалось Было Очень Красиво Я Сгрустнула На Нек На Другой Думаю Блин Что же Делать Может И так Оставить Все Таки Красиво Я Еще Лаком Вскрою Будет Шикарно Но Как будто Чего-то Не Хватает Надо бы Проверить А можно Лей По Потали Все Таки Писать Казалось Что Можно Ничего Не Растекается Не Редовается Но Вернулись К тому Что Мне Не Нравится Как Выглядят Написи Сделанные Линером Они Теряют Вот Эта Вот Художественность Если Была Тут Наверное Какая-то Графика Болографическая Подача Больше Такая С Чуткими Линиями Ладно У меня У меня Есть Множество Кисточек Давайте Попробуем Написать Прям Акрилом Черным И Я Стала Пробовать Тут Если Познай Зафиксироваться Вот И Тут Я Пословила Момент Что Получается Кайфовым Тут Минут Этого Живого Письма Он Очень Даже Подходит Нужный Эффект Можно Немножко Забить На то Чтобы Знаете Прям Все Линии Чтобы Все Было Ровно В одну Линию Прям Кропотливо Идеально Идеальность Она Не совсем Моя А вот Что-то Такое Полегче Под музыку Оно Должно Зайти Стала Пробовать Писать Просто Мне лень Было Брать Новый Картон И Я Вписывала Туда Где У меня Были Местечки Вот Такого Размера Буквы На корейском Написать Слова На корейском Написать О Супер Все Будем Рисовать Кисточкой Получается Прикольно И Я Наклеила Поталь И Давай Разрисовывать Ее Кисточкой Здесь Я Уже Миксовала Размер Который Мне Поменьше Нравится Миксовала С размером Побольше А Русские Корейские Текста Мне Понравилось И Продолжение Ее Тела Здесь Будет Воздух А С воздухом С воздухом Я Забыла Абсолютно Зачем Мне По талию Выкладывать Сверху Короче Текста Когда На Минуточку Виктория Еще Расписывает Джинсовки Есть Потрясающие Краски Серебряные Сразу Скажу Что Я Тестила На Картонке Обычную Дукову Нашу И Нашу Пебео По-другому Говорится Серебряная Вот это Лучше Ложится В общем У меня Получился Еще Вот Такой Вот Вариант Тоже Наверное Будет Переливаться И Он Будет Вот Здесь Им Я Очень Люблю Боюсь Приступать Боюсь Испортить Вот Ну Я вообще Много Чего Боюсь Если Думаете Что Это Не Так Это Так Страх Уходит В Деле Момент Я Не Знаю Будет Это Видно На Видео Или Нет Но Нех Холст Немножко Повело Вот Здесь Вот Здесь Такое Бывает От Смены Температуры От Влажности Воздуха От Ветра От Всего Похолодало Включили Отопление И Повело Чуть Холст По Краям Я Поэтому Подождала Чтобы Снимать Вообще Хотела Его Лаком Скрыть Но Ничего Еще Не Сделала Но Решила Все равно Дописать Последнее Видео Пока Эмоции Свежие И Финалочкой Будет Еще Вскрытие Лаком Сначала Отдельно Попотали А потом Отдельно Еще Акриловым Лаком Он Будет Прям Блистать То есть Добавится Еще Лоска Я Очень Счастлива Что Я Все Так Это Сделала Я Имею Ввиду Написала Тексты Везде Мне Кажется Что Это Было Очень Классным Решением Знаете Я Думала Что Когда Я Буду Постоянно Слушать Тексты Мне Будет Понятно Мне Эта Жизнь Будет Понятно Я Буду Слушать Тексты И Хочешь Не Хочешь Они Проникнут В рисунок И Как Мы Помним Была Просто Голова Лошади Без Текстов И Это Было Очень Красиво Я Это Часто Говорю Но Только Когда Я Стала Из Каждой Песни Выписывать Кусочки Я Стала Понимать Смысл И Ту Силу Которая На самом Деле Есть В Этому Альбоме Альбу Альбоме То Оно Чисто Это Все Там Очень Много Текста На Корейском И Ты Не До Конца Не Понимаешь О чем Оно Что Хочется Передать Автор Только Так По верхам Чисто На Каком-то Видимо Энергетическом Воебовом Состоянии Ты Понимаешь Но Когда Я Стала Вписывать Выписывать Кусочки Из Песен Это Было Настолько Просто До Мурашек Потому Что Я Осознала Что Любой Человек Который Говорит На Русском Английском Либо Корейском Конечно Он Может Дойти Картины И Выцепить Для Себя Какое-то Послание Тут У меня Сложился Пазл Что Эта Картина Когда Она Будет Выставляться Там Где Много Много Людей Она Как Некий Маяк Потому Что Здесь Очень Много Фраз Которые Тебя Наводят На Определенные Мысли Что Все Будет Хорошо Плачет Громко Когда Мир Становится Невыносимым Будущее Будет В Порядке Не Переживай Хватит Взращивать Себе Шрамы Прошу Вытащи Меня И Я Снова Распускаю Цветами Лотоса Чего Ты Боишься Ты Этого Достаточно Для Того Чтобы Тебя Любили Я Пытаюсь Русские Моменты Выцепить Все Будет Хорошо Тут Еще По Английски Вся Life Goes On Жизнь Продолжается Давай Говорить Друг Друг Чаще Привет А не Пока Жизнь Продолжается Припев Имей Своё Мнение Это Бесплатно Есть У Каждого Тут Еще В конце Не знаю Будет Видно На Видео Нет Но Тут Такая Классная Фраза Получилась Знаю Уже Знаю Что Точка В Который Я Сейчас Вскоре Тоже Обратиться Воспоминания Не Бойся Ведь До Конца Моих Дней Жизнь Будет Продолжаться Бесконечно То Есть Тут Еще Английские Фразы Да Ну Как-то Там Сейчас Что Ничего На Английском Если Тебе Тяжело Все В Порядке Можешь Немного Отдохнуть То Есть Картина Получилась Маяком Почему Маяком Потому Что Человек Который К ней Подойдет Я Уверена Что Он Его Взгляд Упадет Ему Захочется Поискать Момент И он Попадет Взглядом Именно Туда Куда Что Ему Нужно И Этот Момент Конечно Меня Очень Тронул Потому Что Она Сейчас Со Я мимо нее Прохожу И Постоянно Мне попадают Какие-то Фразы Которые Помогают Мне Вернуться В Хорошее Состояние Внутри В Веру В То Что Все Будет Хорошо Что Мечты Они Исполняются Что Этот Мир Он Для Тебя Ты Для Него Что Вам Нужно Вместе Взрастить Свои Мечты Что Они Не Просто Так Попали Тебе В Голову Не Просто Попали Тебе В Сердце Что То Что Есть Тебе Нужно Этому Миру Все Это Важно Нужно Ты Важен Ты Достоин Таким Какой Ты Есть То Все Эти Моменты Они Очень Хорошо Укоренились Во мне Благодаря Работе Над Этой Картиной Особенно Благодаря Этим Текстам Которые Сюда Вписала Здесь Песня Снус Прям Ее Кусочек Здесь Эммигдала Попала Здесь Дидей Здесь Пипл Пату Лет Голзон Хэгэм Можно В принципе Кусочком Почитать Тексты Песен Для меня Было Очень Интересным Опытом Написать Корейские Буквы Вообще Вот Если Посмотреть Эта Часть Я рисовала Первым Здесь Самый Такой По секрету Самый Неуверенный Получился Получились Надписи Потому что Ручка Тряслась Хотя Я Увереннее Будет Написаны Буквы Я знаю Должна Подзазнать Ну в общем Картина Разговаривает Вот Знаете Эти тексты Они Помогают Картине Разговаривать То есть Вообще Картины Искусство Они Говорят На каком-то Незримом Языке Но Тут Как будто Ты Субтитры Дал То есть Мне Это Очень Нравится Это Прям Такой Кайф Что Это Пришло В голову Что Вот так Получилось Это Сделать Насчет Корейских Букв Корейских Слов Сразу Хочется Извиниться Если Это Каким-то Образом Может Обидеть Корейский Народ Не очень Красиво Написанные Слова Но Я могу Сказать Я Старалась Сделать По максимуму Мне В этот момент Очень Помогло Осознание Что Это Все Не Иероглифы Это Буквы Как Люди Русские Пишут Русский Почек Бывает Очень Разно Конечно Вот таким Вот образом И я Видела В сторисах У BTS Как они Бывают Пишут Я поняла Что в принципе Я что смогу Максимально Пусть это будет Просто мой Такой Почерк Написания Букв Корейских Поэтому Будет интересна Обратная связь От корейцев Смогут ли они Прочитать То что здесь Написано Сделано С большой Любовью И от Большого Вдохновения И желания Поделиться Тем Что Несет Альбом Шуги Этому миру Кстати Ремарочка Я вот на протяжении Всего видео Постоянно говорю Шуга 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 Альбом Шуги Дидэй Но на самом деле Есть Мин Юнги Это тот же самый Шуга То есть Реальный человек Шуга Это его псевдоним Когда он участвует В команде В группе BTS Есть Его еще одно Стоническое направление Это Август Ди И вот именно Под этим Август Ди Создал этот альбом Дидэй Но конечно Всегда Это Шуга Всегда Это Мин Юнги Всегда Это Август Ди То есть Сразу такую ремарочку В самом конце Сразу в самом конце Сделаю ремарочку Что это один и тот же человек Я просто по привычке Называю его Шугой Один момент Который может возникнуть Вопрос Который может возникнуть У большинства Где Буся Почему во всем видео Не было Буся Вот такие перерывы Был всегда здесь Практически Всегда Когда я начинала рисовать Он ложился На креслице Рядом И спал И я слышала Достаточно громко Музыку И он реально И спал Под треки Август Ди А так что Буся был за кадром Всегда Он моя Тоже Путеводная звезда И мое большое Рыжее Толстое вдохновение Очень благодарна Каждому Кто досмотрит Это видео Заинтересуется Любому И творчеством Шуге Начала слушать BTS Потому что После появления Их музыки В моей жизни Она стала Намного светлее И ярче И очень много Появилось вдохновения Мотивации И они тоже Как потеводные звездочки Для меня сейчас Я уже слушаю их Почти два года Я хочу выразить Благодарность каждому Кто досмотрит Это видео До этого момента Я буду очень рада Если вы поставите лайк Если вы прокомментируете Это видео Если вы им поделитесь Это будет большая Большая помощь Потому что Когда у творца Появляется идея Он ее реализовывает Но просто нарисовать Картину Это одно Но поделиться с ней Еще с большим количеством Надеет Это другое Именно для этого Я снимала этот влог Чтобы вы больше Прониклись в мое творчество Через него Прониклись в музыку Потому что Слушать хорошую музыку Это классно Оно очень помогает И это Для меня Своего рода Медитация Как рисование Как и в принципе Медитация отдельно Это реально то Что может помочь В жизни Видеть красоту И даже Если какие-то Бывают сложные моменты В жизни Через них проходить И идти дальше Потому что Жизнь Она не заканчивается Она постоянно двигается Какое будущее Ее ждет Я буду работать На тем Чтобы ее увидели Как можно больше людей Есть несколько мыслей Прямо сейчас Что можно сделать Есть конкурсы К которым я хочу Податься вместе с ней С ее участием Выставка Возможно будет Какое-то сотрудничество С каким-то местом Где очень большой поток людей Которым нравится BTS Которым нравится Шуга Которым нравится Корея Будем в этом направлении Работать Как и все мои картины Я очень благодарна Что они пришли Через меня В этот мир И мне очень хочется Моим творчеством Освещать Помогать Вдохновлять Других людей Если у вас есть какое-то желание Если у вас есть мечта Если у вас есть цель Делайте Жизнь одна Она очень быстрая И Смысл в том Чтобы ее прожить Так как тебе хочется В данный момент И чтобы это помогло Как можно больше Моему количеству людей Я всегда думаю о том Что если я увидела Какое-то видео Какую-то фотографию Послушала трек Что-то увидела Что в секунду мне Life goes on 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 За это можно быть Очень признательным Очень благодарным То есть Мне хочется Чтобы картины Мои Они передавали Состояние Какого-то комфорта Счастья Хорошей жизни И о том Что все будет хорошо Как говорится В песне Снус В альбоме Августа Дидидэй Все будет хорошо Хотя отпускать Это на корейском Но я его еще не выучила Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!